Причиной же аварии на Воркутинской шахте Северная в феврале прошлого года, когда погибли 36 человек, стали нарушение правил безопасности и человеческий фактор, причем на всех уровнях. К такому новому заключению пришла комиссия при Ростехнадзоре. Как пояснил агентство РБК, ее глава Дмитрий Мещеряков, поводом для проведения дорасследования стала позиция Следственного комитета, представителя которого не устроил прежний акт технического расследования. Там в качестве основной озвучивалась природная версия случившегося. Теперь картина кардинально поменялась. Эксперты считают, что это был все-таки не горный удар, а взрыв в выработанном пространстве, то есть на лицо нарушение работы взрывозрачищающего оборудования. Отклонения выявлены как в работе системы вентиляции, некорректной установки датчиков, так и в привлечении Северсталью некомпетентных сотрудников. На аутсортинге пишет РБК. Напомним, первым эти сомнения в августе 2016-го озвучил вице-премьер и глава правительственной комиссии по расследованию ЧП Аркадий Дворкович. Достоверно о единственной причине того, что произошло, судить невозможно из-за нынешнего состояния шахты. Тем не менее, у нас есть понимание, что все эти версии, все до одной, связаны в том числе и с отдельными нарушениями отдельных дарностных лиц. И следственные органы, я уверен, это примут в внимание, уже сейчас по линии Ростехнадзора осуществляется процесс дисквалификации отдельных лиц, либо наложение административных санкций. Повторяю, уголовные преступления находятся в компетенции других органов. Это дело продолжается. Отметим, авария на Северной обошла Северстали в 71,5 миллион долларов. На задопление шахты, как сообщала уже газета «Ведомости», было потрачено полмиллиарда рублей. При этом в ней осталось оборудование на 62 миллиона долларов. Еще 2 миллиона долларов собственник шахты потратил на выплаты семьям погибших и пострадавших.